Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Рынок сейчас это полная катастрофа. Биткоин только что рухнул на 6%, S&P 500 на 4%, NASDAQ также на 5%. Все падает. Почему это происходит? Во-первых, это Европейский Центральный Банк, который предсказывает глубочайшую рецессию со времен Великой Депрессии. Кроме того, он же прогнозирует и рекордную для еврозоны инфляцию в 10% за этот год. Также сегодня вышел отчет о производительности труда в США за первый квартал этого года, и это поразило абсолютно всех инвесторов на планете. Ведь производительность труда упала на 7,5%, и это рекордное падение с третьего квартала 1947 года. Просто вдумайся в это. 1947. Около 75 лет не было такого рекордного падения о производительности труда, как за первый квартал 2022. Но мне стало интересно, почему инвесторы так остро отреагировали на какой-то глупый отчет о производительности труда в Соединенных Штатах. И затем я задумался, а может и не стоит так реагировать. Во-первых, давай вспомним, что в первые два месяца нового 2022 года в США бушевал штамм коронавируса, известный как Омикрон, который и повлиял на производительность труда. Итак, отчет о производительности труда в США, как и отчет о ВВП, это квартальные отчеты. То есть первый квартал это 62 рабочих дня. И что удивляет насчет этого отчета, это то, что в январе и феврале этого года американцы переживали Омикрон. И поэтому многие из них взяли от одной до двух недель отпуска. Американцы такие, о, это же Омикрон, что случится, если я немного отдохну дома или поработаю дистанционно? Но давай представим, что ты продавец или бизнесмен и продаешь какой-то продукт или товар. Трудно сделать то, что ты должен делать на месте дистанционно. Поэтому ты не успеваешь за графиком, выпадаешь из плана, что неизбежно сказывается на отчете производительности труда. Так что да, производительность труда может падать, если люди элементарно не ходят на работу, например из-за Омикрона. Что и случилось в Соединенных Штатах первые два месяца этого года. Поэтому не вижу вообще причин переживать из-за этого отчета так, чтобы обрушить все мировые рынки. Этот страх не обоснован абсолютно ничем. Да, когда я услышал это, худшее падение производительности труда за 75 лет, я тоже подумал, что это очень плохой сигнал. Значит работодатели чувствуют себя отвратительно, мало платят работникам и никто не хочет трудиться, а безработица при этом должна расти. Но затем я вспомнил, что случилось в первом квартале. Омикрон раз и большие нарушения в цепочках поставок два. Больше ничего нового не случилось. Инвесторам просто нечего переживать. Поэтому эти крахи рынков являются просто возможностью подбирать активы дешевле. А СМИ просто-напросто раздувают из мухи слона. Но если мы полистаем этот отчет глубже, чем большинство средств массовой информации, мы можем увидеть интересную строчку. Производительность производственного сектора в США за первый квартал на самом деле даже выросла на 0,7%. Также удельная стоимость труда также выросла на 11,6% за этот квартал. Это же просто отличные новости. Выходит, инвесторы испугались того, что несельскохозяйственный сектор потерял 7,5% производительности труда за три месяца 2022-го. А в СМИ это показали через драматическую призму, мол, такого не случалось 75 лет. Итак, давайте суммировать. Первые два месяца 2022-го у нас был Омикрон, Китай, а также отчет о рекордном индексе потребительских цен. И этот индекс потребительских цен в марте также повлиял на производительность труда. Ведь что такое производительность труда? Это мера, которая измеряет количество продукции, выпущенной работникам за единицу времени. Но количество продукции – это цифра, на которую очень сильно влияет инфляция, то есть индекс потребительских цен. И как раз из-за рекордно высокого индекса потребительских цен в марте, читая инфляции, стоимость производства была слишком дорогой. Что и повлияло на количество произведенной продукции в негативную сторону. И вот почему производительность труда за первый квартал и упала, что мы видим в этом отчете. Когда мы соединим все эти три пазла вместе – Китай, Омикрон, индекс потребительских цен – мы получим рекордное за последние 75 лет падение производительности труда. И даже если бы работники работали больше и усерднее, даже если бы рабочих мест стало еще больше, чем было, это не изменило бы ровным счетом ничего. И вот почему я считаю, что этот отчет вообще не стоит таких переживаний. А это падение рынка абсолютно необоснованно и эмоционально, что означает быстрое восстановление его в ближайшее же время. Поэтому читайте, думайте, анализируйте и богатейте. А меня зовут Богатейщий Ди. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok